Двухкратный чемпион России, трижды серебряный призер нашего чемпионата, обладатель Кубка и Суперкубка России. Некоторые футболисты всю жизнь мечтают о таких достижениях, а герой этого выпуска получил все это уже к 23 годам, но через 6 лет завершил профессиональную карьеру. Сегодня я расскажу вам историю Руслана Пименова, который был в ряду самых талантливых игроков своего поколения, но в один момент потерял все и оказался на футбольном дне. А спонсором выпуска является лучшая компания в своей сфере. 1xbet это всегда самые высокие коэффициенты, широкая линия ставок и быстрый вывод средств. Ссылка в описании. Руслан Валерьевич Пименов появился на свет 25 ноября 1981 года в Москве. С раннего детства Пименов погрузился в футбол с головой, поэтому уже в 7 лет родители отвели его в торпедовскую школу. Далее он немного поиграл в молодежке торпедозил, а в 1998 году в Москве проходили всемирные юношеские игры. Сборная России одержала победу, а Руслан стал одним из лучших игроков турнира. Именно в тот момент, совершенно случайно, Пименов стал нападающим. Ранее он играл в опорной зоне, но отсутствие забивных форвардов в команде открыли в Руслане скрытые таланты. Семин, наблюдая с трибун, заприметил мальчишку и долго не думая забрал в локомотив. Уже на первом сборе Пименов поразил своей результативностью, в трех матчах забив 7 голов. А вот первый сезон в карьере молодой нападающий начал с игры за дублирующий состав. По началу дела не шли, а вот ближе к концу сезона Пименов разобивался и был переведен в основную команду, где за четыре игры отметился одним забитым мячом. Тот золотой железнодорожный состав Семина в начале нулевых был ярким пятном на фоне серого, мутного, невзрачного, я бы даже сказал болотного российского футбола. Конечно, о золоте тогда еще только мечтали, но было видно, в Черкизово строится коллектив, который через пару лет будет флагманом нашего футбола. Из года в год Руслан прогрессировал, попадал в состав все больше и больше. Играя в оттяжки на фланге, он исполнял роль крайнего нападающего, но и про голы не забывал. В чемпионский 2002 год на его счету в итоге оказалось 7 мячей. Лучший результат в команде наряду с Вадимом Евсеевым. К сожалению, такая скромная для нападающего цифра останется рекордным результатом для Пименова. На чемпионат мира в Японию и Корею Руслан ехал в роли основного нападающего сборной России. На первую игру с Тунисом Романцев поставил его в парус без частных. Пименов смотрелся неплохо, но свои моменты упустил. Вторая игра с Японией закончилась для него уже в перерыве. Полностью провальный матч, который стал последним для него на Мундиале. В поражении от Бельгии Руслан участия не принял. Тот противоречивый турнир закончился для нас позорным вылетом. Почему позорным? Ну, наверное, потому что имея в составе игроков из испанского, итальянского, французского, португальского и голландского чемпионата, стоит ожидать большего, нежели победы над Тунисом и двух поражений. Очевидно, что большая часть того провала лежит на главном тренере, который понадеялся на опытных футболистов, позабыв о физическом состоянии 30-летних игроков своей команды. Что интересно, но в популярном футбольном симуляторе FIFA 2003 канадские разработчики дали Руслану Пименову неожиданно завышенный рейтинг в игре 95. Эта цифра стала рекордной планкой для российских игроков в серии игр FIFA. Для наглядности, рейтинг легендарного обладателя золотого мяча Льва Ивановича Яшина – 94. Почему и за что Руслану нарисовали такие цифры, не знает никто. Но есть версия, что за океаном просто перепутали его с Сычевым, который своей игрой на чемпионате мира заставил обратить на себя внимание всего футбольного сообщества. Больше за сборную России Руслан Пименов не играл. Именно с того сезона он начал деградировать. После голов в Лиге Чемпионов, после триумфа с Локомотивом в 2002-м, после того, как вся страна поверила в этого юного таланта, вокруг нападающего стали ходить разные интриги. Пименов посещает клубы, Пименова видели пьяным, Пименов страдает от лишнего веса. Отчасти все это было, но неразгульный стиль жизни сгубил карьеру этого игрока. Все гораздо проще – травма колена, после которой Пименов уже был не таким быстрым, не таким реактивным и свежим. В Локомотив пришли новые герои, а Руслан постепенно обживался на скамейке запасных. В чемпионском сезоне 2004, в 14 матчах, в которых Пименов выходил на поле, только два он провел от начала до конца. Конфликты с Семиным и президентом клуба Филатовым привели к долгому и скандальному уходу из команды. В 2005 Пименов просился к Газаеву в ЦСКА, но Гиннер отказался от трансфера. Тогда Лока нашел игроку вариант для продолжения карьеры – аренда во Францию. Скромный, даже по местным меркам, футбольный клуб МЕЦ. Кроме совместных тренировок с Франком Рибери, который позже уехал в Галатасарай, Руслану так и не удалось заиграть. Всего три игры за полгода и ни одного полезного действия. Пименову понравилось жить во Франции. В локомотив он не хотел, как собственно и клуб не горел желанием возвращать игрока. Руководители МЕЦа вроде бы изъявили заинтересованность приобрести горе нападающего, но от одного миллиона долларов Филатов с насмешкой отказался. Летом того же 2005-го Пименов сыграл три игры за дубль и восемь минут в матче со Спартаком. К слову, это была последняя его игра за железнодорожников. Снова аренда. На этот раз в Алане. Команда барахталась в подвале Премьер Лиги. За сезон сменилось четыре тренера, а игрокам было попросту плевать на дальнейший вылет в первый дивизион. Пименов сыграл шесть матчей. Опять за ним была закреплена баранка в графе голов. А когда срок аренды подошел к концу, его снова отдали в МЕЦ. Третья аренда подряд. Второй шанс заиграть во Франции уже был более успешным. Но это, конечно, относительно. Уже не три игры, а семь. И это за полгода. Но ни голов, ни голевых передач от Руслана так никто и не увидел. МЕЦ покинул Лигу 1, а футболист уехал домой. Пименов долго не мог найти команду. Он тренировался с дублем Локомотива, но не был заявлен ни в один турнир. В 2007-м у него появилось два варианта. Самарские крылья и московская Динамо. Выбор пал на более именитый клуб. Белоголубые после провала перезапустить свою карьеру. Поначалу все шло довольно хорошо. Руслан провел 24 игры, забил 5 мячей, являлся игроком основного состава. Даже заслужил внимание от Гуса Хидинка, который рассматривал его кандидатуру для попадания в сборную. Но белая полоса была короткой. Снова травма. Казалось бы, ну и что с того? Сейчас сделают операцию, Руслан восстановится и снова заиграет. Нет. К сожалению, сроки восстановления затянулись. Что явно не нравилось тренерскому штабу. Когда Кобелев потребовал от Пименова работать в общей группе, Руслан показывал бумаги от немецких врачей. Мол, рано еще переходить к таким нагрузкам. В итоге все переросло в очередной конфликт. Игроку запретили тренироваться на базе клуба. Отдали его 11 номер Федору Смолову. А потом Пименова даже не заигрывали за дубль. Два года Руслан не играл в футбол. Почему же он не разорвал контракт? Держался за высокую зарплату, понимая, что такие деньги нигде ему больше не предложат. Об этом сам футболист рассказывал в одном из интервью. Позже были разговоры о переходе в Ростов и Анжи, просмотр в Химках и еще несколько вариантов в первом дивизионе. Но либо игрок не хотел переезжать в слабую команду, либо же клубы отказывались от услуг растренированного и никому не нужного футболиста. После того, как в 2009 году контракт с московским «Динамо» все же истек, Пименов подался в Беларусь, в Минское «Динамо». Помог Сергей Гуренко, который в то время тренировал команду. Через несколько месяцев тренера уволили, а вместе с ним ушел и Руслан Пименов. Нападающий пытался устроиться в разные клубы, но проваливал просмотры и даже на самых минимальных условиях подписывать с ним контракт никто не отважился. В возрасте 29 лет Пименов закончил профессиональную карьеру. Позже он работал некоторое время на Матч ТВ комментатором и экспертом, но вскоре был уволен. Сейчас о когда-то талантливом российском футболисте практически все забыли. У него есть дочь, 13-летняя известная модель Кристина Пименова. И это, пожалуй, единственное, чем может гордиться Руслан на сегодняшний день. К сожалению, его футбольная карьера стремительно оборвалась. И несмотря на достижения, медали и кубки, Руслан Пименов не смог раскрыть свой потенциал и вскоре от его яркого старта не осталось и следа. Любите наш футбол. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok